Новогодняя ралли Новогодняя ралли Особенно приправленная сезонностью связанной с новогодними праздниками Она может привести к более серьезным движениям на рынке Нежели чем даже всегда По мере появления даже не самого значимого фундамента Для анализа, который я думаю будет нам еще доступен Отчетов не так уж и много на этой неделе Но все-таки что-то будет И опять же рынок может сейчас реагировать на какие-то комментарии Которые сейчас трудно отследить на повестке По повесткам экономических календарей Это могут быть дополнительные подробности Связанные с налоговой реформой в США Как вы знаете законопроект, его финальная версия уже приняты И дело осталось, казалось бы, за малым За подписью Трампа Но что-то он медленно До рождественских праздников мы эту реформу так и не увидели Возможно потребуется снова чуть больше времени Но для тех, кто покупает американскую валюту Я думаю, что уже все ясно Что будет с этим инструментом Потому что сейчас буквально все звезды сошлись Для того, чтобы американца можно было бы покупать Поскольку геополитика вроде бы как отошла уже на десятый план У нас ФРС повышает процентные ставки Мы с вами замыкаем 2017 год И готовимся к вероятно треем повышениям И раундам шагам нормализации денежно-кредитной политики Уже в 2018 году Мы будем ждать уже последствия положительные В 2018 году налоговой реформы Я в двух словах расскажу В целом, на что можно ориентироваться Но уверен, что многие И без того сейчас закладываются Под определенные позиции долгового рынка Торгуем облигациями Отдельными инструментами американской фондовой секции Потому что налоговая составляющая Это действительно благо для бизнеса Которое может привести к существенному росту капитализации Друзья, еще у нас отдельной темой является То, что происходит на рынке криптоинструментов Не обращать внимания на безумную бешеную волатильность Которая сейчас свойственна буквально для всех активов рынка Скажем, такой криптосреды Инструменты показывают не просто Скажем, про торговку в диапазоне нескольких процентов Речь идет уже периодически даже о потере И 50% Это касательно того же самого биткоина Который, как и предполагалось Мы видели в альтернативном сценарии То, что запуск фьючерсных торгов на Чикагской бирже Деривативов откроет дорогу для игры на поддержание Собственно, так это или нет Я думаю, что все-таки мы можем ответить на этот вопрос Потому что первая котировка, которую мы видели на Чикагской бирже Была 19,5 тысяч за один биткоин После чего, в общем, мы стали обваливать Ну, совпадение это, друзья, или нет? Я думаю, что нет Крупные инвесторы сыграли на понижение Поскольку ожидали более-менее регуляторную среду Чтобы, как следует, зашортить уже в всем известном Таком более-менее легальном законном и регулируемом пространстве Поэтому биткоин у нас скорректировался практически до 10 тысяч долларов Кто-то говорил, что будут значения даже пониже Но после последовательного восстановления Сегодня, кстати, на азиатской сессии Мы наблюдаем активный откуп этого инструмента И уже вплотную пронапрались к сопротивлению 15 тысяч долларов Ну, о биткоине также, друзья, поговорим Давайте пробежимся по традиционному набору активов Которые мы традиционно разбираем Как вы уже наверняка поняли, я снова в строю Снова вместе с вами слежу за ситуацией на финансовых рынках Надеюсь, что вы воспользовались двухнедельной передышкой И смогли отдохнуть от меня Надеюсь, что это так Но теперь я вынужден снова, скажем, мозолить вам глаза Надеюсь, что для многих это не так Кто-то, может быть, даже не против видеть меня Ну, это, опять же, лирическое отступление Давайте все-таки перейдем к анализу наших традиционных активов И, как и всегда, друзья, нефтяночка, которая никуда не девается Правда, коррекции мы пока не наблюдаем А вот рост идет довольно серьезный Сейчас мы говорим о котировках для брендов 65 долларов за баррель Хочу сказать то, что за последние две недели появился действительно фундамент Который все-таки и скатализировал вот это восстановление нефтяного инструмента Думаю то, что вы вместе с моими коллегами уже обсуждали, что на рынке происходит И знаете, что же стало вот этим ускорителем для покупок и поддержало именно бычий настрой Если не знаете, хотя уверен, что это не так, но наша задача все-таки освежить воспоминания Что сейчас движет рынком оливудородов и ресурсов В частности, если говорить про наиболее существенный фундаментальный катализатор Я думаю то, что это сообщение о приостановке работы трубопровода в Северном море Это даже не трубопровод, это полноценная система Фортис систем, казахстой, это еще 11 декабря После того, как компания, которая занимается мониторингом и обслуживанием инфраструктуры данного проекта Проводя очередное исследование, обследование, скажем, работы всех технических узлов Этого трубопровода сообщила о наличии трещины на одном из участков Серьезно, учитывая то, что через этот трубопровод проходит примерно 500 тысяч баррелей в сутки Конечно же, тут же транзит прикрыли И рынок посчитал, что это значит для глобального предложения Я думаю, что будем реалистами, 500 тысяч баррелей в сутки Это действительно много Поэтому сообщение о приостановке работы этого узла И энергетического тут же стало причиной для покупок нефти Еще наложилась ситуация, связанная с забастовкой нигерийских нефтяников Но этот фон уже, скажем, ущерпал свой потенциал влияния в плане роста на инструмент Потому что ситуацию уже разрешили Чтобы далеко не отходить, друзья, от форти с Сильским От вот этого нефтепровода в Северном море Если мы действительно признаем факт того, что факт остановки транзита стал причиной роста инструмента Значит, мы логично можем предположить то, что как только пуск снова будет налажен и нефть упадет По нефти мы сможем наблюдать коррекцию Когда случится и произойдет запуск снова полноценной работы нефтепровода По последним сообщениям это может случиться, друзья, уже со дня на день Но максимум в первых числах, собственно, января Потому что компания, которая занималась, скажем, ликвидацией последствий вот этих проблем Взяла время две с половиной недели Но с учетом того, что 11-12 декабря это случилось, в принципе, уже сроки поджимают И, конечно же, есть и заинтересованные стороны, которые давят на тяну за нужные ниточки И будут лоббировать с идеей более скорого пуска Я, друзья, все-таки сохраняю короткую позицию Потому что, понимаю, рынок вырос по причине вот этого хорс-мажора, который появился Но он уже тоже не так уж и актуален Ждем разворот, и он может произойти в самое ближайшее время Помимо этого, кассировки нефти могли еще подрасти на очередной порции статистики по запасам Запасы нефти, по данным Американского института нефти, администрации нефтической информации снизились Это было вполне ожидаемо Плюс ко всему у нас были еще на прошлой неделе довольно оптимистичные комментарии министра нефти Кувейта Который позволил себе дать оценку процента исполнения договоренности и аналитического пакта за прошлый месяц И вы понимаете, что ОПЕК всегда переоценивает собственный вклад и действия, усилия, которые предпринимаются в рамках уже соглашения Так вот, судя по комментариям министра нефти Кувейта, выполнение процента исполнения соглашения в прошлом месяце был на уровне 122% До этого мы слышали в октябре 116%, хотя если мы сравним с оценкой Международного энергетического агентства, помним то, что там были совершенно другие цифры Я склонен все-таки верить больше, скажем, оценке того ведомства, которое является полиобъективным, беспристрастным и непредвзятым И ОПЕК, конечно же, им сейчас отчитывается перед мониторинговым комитетом И нужно пустить пыль в глаза, сказать, что они максимально сознательны и чистоплодны в соблюдении условий сделки Ну, я думаю, что на самом деле это не так, друзья Нефти по-прежнему очень много, запасы мировые, они это подтверждают Немного они снизились, но все равно мы на несколько сотен миллионов выше, чем среднее значение за последние пять лет Если теперь говорить про все-таки причины снижения углеводородов Я думаю, что первая причина, она уже ясна Это причина, которая будет связана с опуском транзита нефти через нефтепровод в Северном море Вторая причина, это реальная объективная статистика по объему производства нефти в США В минувшую среду Администрация электрической информации сообщила о том, что производство нефти выросло до 9,8 миллионов баррелей в сутки Сразу же была дана оценка на январь, сколько нефти может быть добыто Мы ориентируемся теперь на показатели прироста в 94 тысячи И, соответственно, можем сказать, что полномерно в перспективе, вероятно, ближайших двух месяцев То есть январь и февраль Мы по штатам можем увидеть планку по добыче даже в 10 миллионов И вы понимаете, что статистически сейчас для этого есть все условия Все возможности, чтобы ориентироваться на этот показатель Потому что статистика действительно указывает на это И если раньше мы отталкивались от более скромных значений по производству И смотрели на планку в 10 миллионов, как пока что в перспективе какого-то времени трудно досягаемого Сейчас этот уровень уже очень близок Что произойдет, когда штаты уйдут на 10 миллионов? В сутки они опередят Россию и Саратовскую Аравию При этом я снова делаю акцент В отличие от России и Саратовской Аравии Штаты не забивают себе в голову никакими обязательствами по снижению добычи А значит, тем больше Россия и Саратовская Аравия будут ограничивать производство В рамках соглашения на этического пакта Который, как вы помните, продлили до конца 2018 года Тем больше они будут терять определенную долю рынка Который тут же замещается Соединенными Штатами Америки Штаты готовы уважить любой спрос И текущие показатели добычи, мне кажется, явно свидетельствуют о том Что они готовы удовлетворить даже большую часть уже аппетита Со стороны азиатских потребителей Поэтому причин для снижения нефти тоже хватает Нужно просто сейчас определить для себя Какие из этих факторов для вас более, скажем, определяющими Более интересными остаются Моя позиция, что нефть все-таки имеет больше шансов на снижение Поэтому нефтянку буду ждать, как и раньше, ближе к 60 Рубль 58.25 Даже несмотря на рост нефти Мы видим то, что рубль не торопится крепнуть Собственно, если и нефтянка сейчас еще просыпется процентов на 5 То мы, как и ожидали, закроем все-таки 2017 год в районе 60 Шанс на это еще есть Но, по крайней мере, мы уже подобрались к этому назначению Совсем чуть-чуть Я думаю, что даже если с 60 мы коснемся этого уровня Это уже было некоторое время назад Ни у кого не вызывает это вопрос Потому что все понимают, что для рубля есть более-менее справедливые значения уровней И они соотносятся с текущей ситуацией на рынке улиц дорог Дальше, друзья, идем Доллары, японская иена Здесь особо я, скажем, распыляться не буду Просто напомню вам, что ориентировались мы с вами на налоговую реформу Финальная версия законопроекта, собственно, была принята В целом Сенатом и Палатой представителей Можно сказать, даже единым Конгрессом Возникли небольшие еще несостыковки Они, в принципе, аукнулись через снижение Американской валюты в четверг-пятницу Эти несостыковки связаны с процедурными вопросами Потому что кто-то из республиканцев все-таки отметил Что в документе, который был окончательно, в принципе, уже согласован Есть небольшой диссонанс с общими принятыми бюджетными проектами Поэтому отправили снова Палату представителей Его на дополнительное обсуждение Но это был формальный вопрос Это явное проявление бюрократии Те, кто понимает, что происходит, знают, что реформа уже одобрена То есть и задний ход у нее, конечно же, внезапно не включится Поэтому вопрос быстро Ну, через Палату представителей Через повторное голосование протащили И налоговая реформа принята Что теперь дальше? По комментариям Мучина Который является министром финансов Соединенных Штатов Америки Мы, в принципе, все еще можем надеяться на то, что до конца этого года Трамп поставит свою подпись под этим законопроектом Но есть также альтернативное мнение Что Трамп подпишет этот документ в первых числах января И первый и второй сценарий Он не, скажем, отменяет возможности хорошие И условия, которые созданы для роста доллара Потому что мы с вами ждали 2017 год И осталось, по сути, считанные дни, друзья Не нужно сворачивать на финишной прямой С четкой убежденностью в том, что у американца будут более высокие горизонты впереди И доллар сможет добраться до более высоких ценовых значений Поэтому доллар иена, который сейчас торгуется на отметке 113.27 Я, ну, может быть, с фанатизмом отношусь к уровню 115 Но все-таки он для меня остается таким магнитом Который постепенно тянет себе оцену Помимо того, что есть очевидный прогресс в налоговой реформе Не забывайте, что у нас в ближайшем индикаторе роста доллара Остается американский трежерец Который под десятилетом находится в показателе 2,5% Это максимум с марта текущего года Дополнительный рост в район 2,6-2,7 Ну, тогда мы точно увидим доллар и японскую иену выше 140 По статистике вы сами прекрасно все видите Знаете, анализируете Я уверен, что с вами коллегами разбирали отчеты Ну, пожалуй, самый важный, на который хотелось бы сделать акцент Это ВВП, которые были опубликованы на прошлой неделе 3,2% против прошлого показателя в 3,3% Ну, ниже на 0,1%, однако это все равно один из самых сильнейших результатов Который является следствием того, что потребители тащат экономику вверх, друзья И добавляем сюда принято решение по росту процентной ставки Как ориентировались, декабрь, неизбежное решение, оно было принято Я надеюсь, что никто не сомневался в этом Поэтому, если причина для ослабления американской валюты сейчас Я думаю, что даже если постараться, вряд ли найдем Поэтому давайте не мудрить признаем тот факт, что доллар заряжен на рост Да, рынок может показать совершенно другую динамику Но наша задача с вами разбирать фундамент И пытаться определить, как он способен воздействовать на курс конкретной валюты В данном случае доллара Поэтому, имея четкие представления роста американца Давайте ждать все-таки доллар против иены выше текущих значений Евро против доллара на протяжении всей прошлой недели также подрастал В частности, причины роста это статистика У нас довольно сильные данные по инфляции Индексу потребительских цен 1,5% Значит, снова на рынок вернулись спекулянты Ожидающие, что Европейский Центральный Банк начнет постепенно ужесточать монетарную политику Друзья, 2018 год еще не начался Но я сразу хочу вам сказать Забудьте о том, что ЕЦБ будет повышать процентные ставки Либо существенно изменить риторику в сторону жесткого По фиксу этого не будет Цель по инфляции не достигнута Поскольку мы работаем с ожиданиями того, что в 2018 году нефть может просесть Это не только мое представление о том, что случится с этим инструментом Есть оценка инвестиционных банков, которые тоже ориентируются на среднее значение по бренду Примерно в районе 57-58 долларов за баррель Это больше, чем на 10% ниже текущих значений Поэтому при снижении цен на нефть, конечно же, это приведет и к соответствующему ослаблению индекса потребительских цен развитых стран Еврозоны в их числе Поэтому если вы все-таки поддались на возможно звучащийся разговор о том, что ЕЦБ будет ужесточать политику Значит, курс валюты европейской будет расти Я думаю, что нужно еще несколько раз подумать Переварить эту тему Все-таки, надеюсь, вы придете к другому мнению Почему мы еще по евро выросли? Это с политикой связано Сначала, в большую часть недели, в интересах активов Была обусловлена появившаяся информация о том, что, собственно, социал-демократы Которые ранее отказывались заключать коалиционное правительство И своего рода мир с партией Меркель снова готовы сесть за стол переговоров Это только, друзья, лишь предположения, слухи Никакого коалиционного правительства еще нет И не факт, что оно будет Но рынок пока поддался на вот эту поддержку новостную И мы видели это в спросе на главный валютный риск Однако в пятницу европейская валюта столкнулась с довольно агрессивными распродажами Это тоже было следствие политической темы После того, как на региональных выборах в Каталонии победу одержали сепаратисты Скажем, сторонники отделения, собственно, Каталонии от Испании И сейчас, если говорить про, собственно, структуру парламента С учетом последних выборов у сепаратистов уже 70 голосов Из 135 возможных, то есть явно уже большинство Поэтому политическая тема, это как мрачная туча Которая останется для еврозоны очень болезненной Для национальной валюты, я надеюсь, тоже Поэтому евро непременно пойдет вниз Видимо, сейчас для европейской валюты нужен дополнительный триггер И этим стимулом может выступить рост американского доллара На который мы, собственно, с вами ориентируемся Фонд против доллара Особых изменений, друзья, не произошло Мы по-прежнему зажаты с вами в довольно, пусть и широком Но все-таки в диапазоне, который держится на протяжении нескольких месяцев подряд Мы не можем, скажем, провалиться ниже отметки 1.30 И вырасти выше уровня 1.35 Сейчас котировки 1.3373 Но я по-прежнему, раньше, как вы помните, мы достигли профита Я занял выжидательную позицию, рекомендовал Пока не торопиться с дальнейшим трейдером Сейчас я лично снова присоединяюсь к покупкам Потому что понимаю, год завершается Процедура голосования Брэкзита явно затягивается И начинают очень многих нервировать уже Потому что мы видим, насколько сильно и болезненно Это сам факт обсуждения неопределенности Остается для крупных компаний Европейского Союза и для Англии Которые до сих пор не знают Сохранит ли в Великобритании доступ к единому европейскому рынку Не знают, на каких, собственно, условиях будет осуществляться дальнейшая работа Сохранит ли Лондон статус мирового финансового центра Эти вопросы, касающиеся неопределенности, должны постепенно разрешаться Мы под конец, собственно, 2017 года все-таки настроились на определенные позитивные сдвиги Они толкали фонд, между прочим, вверх Последний комментарий с ссылкой на Санды и Телеграф Это комментарий Терезы Мэй о том, что в ближайшие недели Переговоры продолжаются, но в ближайшие недели можно, скажем, настраиваться на то, что будет сделан очередной мощный шаг вперед Но позитивная эта новость, конечно же, позитивная Пока что до конкретных решений еще дело не дошло, но на этом позитиве можно подрасти ВВП, который был опубликован в Англии на прошлой неделе 1,7, к тому выражение, хорошая цифра Но 4 в квартальном выражении Это все следствие сильных показателей по активности в сфере услуг И сильных показателей по активности в промышленности Друзья, не забывайте, что Банк Англии будет заседать уже совсем скоро И я надеюсь, мы в очередной раз будем свидетелями риторики с более жестким уклоном Потому что Банк Англии снова будет вызывать проблематики высокой инфляции И стараться настроить участников рынка, трейдеров на то, что решения по росту ставок будут следовать дальше Возможно, не так быстро, как хотелось бы Но это все равно движение национального регулятора по тропе более жесткой милитарной политики Значит, под нее нужно закладываться, подстраиваться Фунт нужно покупать, а покупка фунта как раз и может решить проблему с инфляцией Поэтому по фунту, я думаю, что как минимум на 1.35 давайте с вами метить Доллар Канады сейчас находится на поддержке 1.27 Неоднократно мы от нее отталкивались Я думаю, что здесь медлить не стоит И задумываться, рассуждать тоже не нужно У нас есть представления о тех действиях, которые будут приниматься Банком Канады по процентным ставкам Я напоминаю, что до конца первого квартала 2018 года Банка Канады не повысит ставку Потому что еще смотрит за тем, как потребитель адаптируется к прежним решениям Есть у нас время, есть настрой по росту доллара Есть ожидание снижения курса нефти Поэтому по USDCAD ждем 1.30, как и раньше Напоминаю, что сейчас просто прекрасная возможность, чтобы долгосрочно покупать эту валютную оплату По австралийцу и новозеландцу, друзья, давайте оставим тогда перспективу австралийца и новозеландского доллара На следующий брифинг мне есть, что вам рассказать Особенно в свете последних протоколов и данных по экономическому росту Новой Зеландии В целом, я лишь хотел сейчас коснуться рекомендаций торговых А фундамент мы с вами обсудим завтра, когда у нас будет побольше времени Потому что уже я занял ваших 25 минут По австралийцу я считаю, что можно открывать короткие позиции с уровня 0.7680 По новозеландцу можно продавать с отметки 0.7050 Как вы помните, мы уже достигли профита по новозеландскому доллару Но я думаю, что после восстановления прошлой недели Двух последних недель, опять же, когда я отсутствовал Рынок забрался очень высоко И мы можем легко сейчас его хорошенько засолить Чтобы снять еще около 150-200 пунктов с обоих валютных пар Я рекомендую вам присоединяться к этим сделкам Друзья, и пару слов по биткоину Впереди у нас довольно знаковое важное событие Фундаментально это очередной хардфорк Сегрид 2Х Который состоится 28 декабря Который снова будет призван для того, чтобы решить проблему с масштабированием В прошлый раз его уже отменяли Возможно, в этот раз случится нечто подобное Ну а с другой стороны, кто знает Может быть, и дело дойдет до логического завершения И все-таки принятия протокола Соответственно, как это может отразиться на биткоине? Никому неизвестно, безусловно Но рынок уже начинает активно откупать Родоначальников всей критиндустрии Мы уже видим биткоин рядышком с сопротивлением в 15 тысяч долларов Я думаю, что рост до 28 декабря все-таки может быть продолжен И уже эта дата станет знаковой для дальнейших ценовых ориентиров По мере приближения этого события 28 декабря у нас получается Так, секундочку, друзья Это четверг В пятницу мы, разумеется, обо всем поговорим Уже детально, по итогам Но до этих пор мы видим то, что интерес к покупкам присутствует Это возможно Стоит попробовать еще успеть Вот этот входящий состав для тех, кто медлен Друзья, на этом, собственно, все Огромное вам спасибо за внимание За то, что дождались Я, как и раньше, буду держать вас в курсе всего самого интересного Того, что происходит на рынке Не забывайте, что есть канал на YouTube Есть форума Markets, где вы можете задавать ваши вопросы Разумеется, в расчете на то, что всегда обязательно получите ответ Я за этим внимательно слежу Спрашивайте по инструментам, которые мы не разбираем Но вас интересует, я думаю, то, что не только я, скажем, поддержу вас в трейдингу по альтернативным инструментам Но и многие другие трейдеры, которые, возможно, уже сделают актив частью своей экспедиативной торговли На этом все Хорошего вам, собственно, хорошей недели Хорошей торговой сессии Перспективной, конечно же, результативной Доходной Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени В прямом эфире через Перископ Не забывайте, подключайтесь Всего доброго До свидания